Это была рядовая смена. Среди шахтеров, которые спускались 4 августа в Рудник Мир, был и Игорь Голубчик. Никто не знал, что этот день разделит историю алмазной шахты на до и после аварии. Я пошел непосредственно посмотреть, что происходит в насосной. То есть я всегда так делаю. И вот в этот момент, когда я уже подходил к воротам к насосной, я услышал гул. Есть еще дальние ворота в этой же насосной, я посветил туда, и там я уже увидел, что идет вода. То есть вода бьется от борта и заходит уже как бы в насос. В этот момент я понял одно, нужно бежать. Я начал кричать, чтобы все уходили. Но, слава богу, я был там первый на этом месте, на этом горизонте, ну в этом участке на РЗШ. Наиболее ближе к воде получается. Да, то есть мы стали бежать, я стал кричать, чтобы все уходили, выход воды. Но все... Сначала кто-то не понял, я до некоторых добегал, говорил прямо в лицо, что бегите на стол. Все, все побежали. Прорыв воды пришелся на момент пересменки шахтеров, и поэтому многие из них не успели разойтись по рабочим местам. Это их и спасло. Ну и вот прошло где-то там минут 20-30, и уже начали подходить люди, которые уже выбрались. Выбраться из этого селевого потока было сродни подвигу. И каждая история спасения, о которой мы узнаем, это история мужества, стойкости и силы духа. Рассказать нам свою Андрей Кашевой долго не соглашался, как и многие другие шахтеры. Ну, находясь в воде по пояс, я понял, что насосная 327-го, УНС-327 тонет. Это ниже 310-го горизонта. Ну и решил, конечно, выбираться на транспортный уклон 310-го горизонта по спиральному. Потому что другого выхода не было. Если бы я начал стремиться куда-то в другую сторону, мне просто-напросто бы снесло потоком. Ну, цепляясь за сетки, за возможные там, значит, укрепления, значит, ну, деталях мне сильно, конечно, не хочется рассказать, но все-таки я вышел. Вот там, несколько раз меня, конечно, смывало водой. Вскоре Андрей Кашевой встретил Долата Абдазова и Андрея Унарова. Им тоже пришлось непросто, а не чудом уцелели в селевом потоке. И далее выбирались уже все вместе. Шел вообще в темноте, без фонаря. Он тоже из-под закладки вылез, как. Он увидел нас, обрадовался. Вот мы троем поднялись наверх, наверху еще одного парня нашли. В общем, дело, мы четверым выкарабкались туда. Смена, конечно, нас когда увидела, когда мы зашли в накопитель 310-го горизонта, они все просто, ну, не зная, что у них там было, конечно, в шоке. И обнимали нас, и обмывали, и, в общем, чаем поили, короче. Они и сегодня продолжают ежедневно спускаться в шахту, чтобы быть полезными, чтобы внести свою лепту в спасение коллег, заточенных под землей. Спускают тех, кто там нужен, как бы, скажем. Работа ведется, что-то переделывается, готовится для откачки. Мы ремонтируем насосы на главном водоотливе, подготавливаем для того, чтобы откачивать воду. Не надо из нас делать героев, говорят ребята за кадром. Но после таких историй мы понимаем, что благодаря шахтерскому братству, мужеству спасателей, горняков, альпинистов, водолазов, у всех у нас остается главное – надежда на спасение тех, кто пока остается под землей. Спасибо.